Добрый вечер! На 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. На всякий пожарный. Почему МЧС предупредил о мече о шторме, которого так и не было и, по мнению синоптиков, не будет? Виновнику грозит до 7 лет. Осталось его установить. Новые подробности ДТП на Черлакском тракте. Российские журналисты китайские братья навек. Какие вопросы обсуждают в Москве на Большом медиафоруме? Вышли на тропу войны. Мы все равно будем ходить каждый день по этой старой тропинке, тротуару, которого теперь не будет. Почему жители авиагородка против благоустройства местного сквера? И кручу-верчу, сконцентрироваться хочу. Сегодня эти примитивные игрушки переживают настоящий звездный час. И заполучить ее хочет не только каждый ребенок, но и взрослый. Новая мода накрыла планету. Что же такое фиджет-спиннер и зачем он нужен? В Омске сегодня в течение всего дня ждали разгула стихии, как в понедельник вечером и готовились к шторму. Синоптики прогнозировали ухудшение погоды. Предупреждение они отправили в МЧС еще накануне. И ночью в городе действительно бушевала гроза, шел дождь, был сильный ветер. Основываясь на рекомендациях гидромедцентра, спасатели, в свою очередь, перешли на работу в режиме повышенной готовности. А зрители обрывали телефоны нашей редакции. Ведь яркое солнце и ясный день никак не вязались с информацией о непогоде. Мы попытались разобраться в этой туманной истории. Оказалось, синоптики штормовое не подтвердили. По их словам, ухудшение погоды, о котором они сообщили накануне, не стоит расценивать как шторм. И, возможно, служба МЧС просто перестраховалась. Екатерина Булучевская попыталась выяснить, в чьих полномочиях объявлять предупреждение и заниматься этим неблагодарным делом, давать прогнозы. О том, что ежечасно происходит в атмосфере и какой ждать погоды, узнают на этой метеоплощадке. Приборы фиксируют не только скорость направления ветра, но и влажность, плотность воздуха, осадки, атмосферное давление и даже силу солнечной радиации. После автоматизированные датчики передают данные на компьютер, а синоптики, в свою очередь, моделируют так называемую фактическую погоду. И эти графики не стоит путать с прогнозом. Его составляют в федеральном гидрометцентре, фиксируют региональные параметры и составляют прогностическую карту. Именно на ней можно отследить передвижение шторма, и тогда федералы предупреждают регион о надвигающемся циклоне. Однако нередко буря накрывает территорию неожиданно. Так в конце мая разбушевавшаяся стихия, которую уже окрестили исторической, ударила по Москве. Повалила тысячи деревьев, повредила множество автомобилей, жертвами урагана стали десятки людей. О надвигающемся циклоне синоптики горожан не предупредили. Но не потому, что ошибочно расшифровали показания приборов, а потому, что последние не точно зафиксировали информацию. И такие погрешности приборов не редкость. Скорость ветра, град, они носят локальный характер. Поэтому могут быть на метеостанциях не зафиксированы. Например, в городе может сработать так называемый эффект трубы. То есть за счет застройки может скорость ветра быть значительно больше, чем показать метеостанция. Метеорологи также поясняют, что штормовое предупреждение не значит приближение природной катастрофы. Например, дождь, о котором в СМС-рассылке накануне написали спасатели, относится к неблагоприятным погодным явлениям. Такие не представляют угрозу жизни. Для синоптиков шторм — это несколько иное понятие, чем для обывателя. Это ветры и ливни, которые достигли критических отметок. Например, опасным для нашего региона считается ветер скоростью больше 25 метров в секунду. Крупный град или дождь, который топит город непрерывно больше часа. Кстати, приблизительное время удара мощного циклона синоптики рассчитывают по незамысловатой формуле. Расстояние между выбранными городами делят на скорость воздушных потоков и получают результат в часах. После информируют региональную службу спасения. В случае ухудшения обстановки на территории области, города, в оперативном режиме приходят сообщения. Они приходят по трем каналам связи. Это фоксимильная связь, электронная почта, а также в телефонном режиме. После получения предупреждения об ухудшении погодных условий, наши специалисты, которые находятся 24 часа на работе, делают заявку в Сибирский региональный центр МЧС России для отправки СМС-сообщения посредством сотовых операторов. За последний месяц оповещения омских спасателей о шторме участились. Беспочвенных предупреждений нет. Но стоит понимать, что СМС-рассылка предвещает даже незначительное ухудшение погоды. К слову, чтобы спрогнозировать ливень или шквалистый ветер, не обязательно быть специалистом. Достаточно посмотреть на небо и несколько минут понаблюдать за облаками. Если они такие, как сейчас, кучевые, располагаются вертикально, то есть локально, не затягивая все небо, да еще и местами темно-серый, значит будет ливень. Правда, краткосрочный. А вот предвестники дождя, которые будет моросить весь день, это светло-серые, длинные, слоистые облака. Кстати, если вы вдруг заметили, что на вид тяжелые, даже зеленоватые тучи начинают двигаться быстрее, значит скорость ветра усиливается и на регион надвигается мощный циклон. Пройдет он быстро, правда, может привести к серьезным разрушениям. А еще можно следить за штормом через интернет. В сети есть и карты молний, и воздушных потоков, и даже сведения с Международной космической станцией. Однако такие показания могут давать погрешность до 30%. Поэтому прислушиваться стоит все же к специалистам. В этом году суточные прогнозы оправдались на 96%, а штормовые на все 100%. Екатерина Булучевская, Александр Козлов, 12 канал. Виновник аварии на Чурлакском тракте, в которой погибли два человека, установит суд. Сегодня по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Предполагаемым виновником пока называют водителя пассажирского микроавтобуса. В случае, если это будет доказано, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Мужчина ехал по маршруту Иртыш-Омск. На 22-м километре автодороги Омск-Чурлак выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. После этого маршрутка задела покасательно еще один автомобиль. В результате погибли 20-летний парень и 30-летний мужчина. По предположениям госавтоинспекторов, водителю маршрутного такси стало плохо. Из-за жары и резкой смены погоды люди сейчас очень часто теряют сознание. Специалисты просят более внимательно в такие дни быть к своему самочувствию. Если вы почувствовали недомогание, выражающееся в головной боли, затруднение в дыхании, рассредоточение внимания, отложите поездку, насколько срочной бы она ни была, управляя автомобилем в таком состоянии, вы можете спровоцировать автоаварию, которая способна повлечь человеческие жертвы и создать угрозу вашей и другим жизням. Уже определили водители, находились за рулем без признаков опьянения. В момент аварии в салоне микроавтобуса было 9 человек. Пятерых медики осмотрели на месте аварии. Их жизни ничего не угрожает, все отпущены домой. Еще двоих бригады скорой помощи в районе 19 часов доставили в больницу. И вот что говорят врачи об их состоянии сегодня. Пострадавший стабильный, мужчина находится в реанимации, стабильно тяжелый, женщина в урологическом отделении, в удовлетворительном состоянии. Было проведено мужчине оперативное лечение, из шока он выведен, состояние стабильное, находится, еще раз повторюсь, в отделении реанимации, стабильное состояние. Окончательные причины и обстоятельства аварии продолжают устанавливать. Областная прокуратура организовала проверку не только деятельности перевозчика, но и контролирующего органа Управления государственного автомобильно-дорожного надзора по Омской области. Также на контроль взяли ход проверки, которую сейчас проводят следственные комитеты и полиция. Виктор Назаров открыл в зоне беспошлиной торговли Маньчжурии постоянно действующую площадку товаров предприятий Омской области. В торговом доме можно приобрести продукты, растительные масла, мучные кондитерские изделия, одежду. Китайская сторона поблагодарила губернатора за поддержку идеи и льготные условия для этого проекта, отметив, что в дальнейшем ассортимент будет расширяться. Уже есть договоренности с одной из крупных торговых сетей Китая о реализации наших товаров. Также в рамках рабочего визита губернатор выступил на саммите научно-технического сотрудничества и инноваций, где представил высокотехнологичные и наукоемкие отрасли региональной экономики. Виктор Назаров заявил, что омские предприятия открыты для взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов. Отмечу, что Китай является одним из главных торговых партнеров не только Омской области, но и страны в целом. Перспективы дальнейшего сотрудничества в эти дни обсуждают в Москве президент России Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Главными политическими итогами должны стать два совместных заявления, которые подпишут главы государств. Кроме того, сторону утвердят план действий до 2020 года, который является дополнением к договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Между тем, в рамках визита Си Цзиньпина запланировано общение глав государств с представителями медиасообщества и как раз сегодня в столице открылся третий форум средств массовой информации России и Китая. Его участники, среди которых и директор 12-го канала Александр Малькевич, обсуждают развитие СМИ в двух странах и темы, которые они хотели бы поднять на предстоящей встрече с лидерами России и Китая. В частности, речь идет о запуске в поднебесной российского телеканала «Катюша». Историческое соглашение подписано сегодня. Название выбрано не случайно. Для нескольких поколений китайцев «Катюша» — это не только известная песня, но и образ самой России. Канал позволит жителям КНР увидеть лучшие российские познавательные программы. Помимо объявления Константина Мэрнса на то, что в Китае будет вещать теперь канал «Катюша» на русском языке, но с китайскими субтитрами, после обеда началась закрытая работа по секциям. Это как раз то, что было посвящено взаимодействию и сотрудничеству региональных СМИ российских и региональных СМИ китайских. И приятно отметить, что на самом деле из регионов, в общем-то, для участия в форуме, для работы, было приглашено всего четыре СМИ региональных, и среди них наш родной 12-й канал. Поэтому мы вправе рассчитывать, что, ну, либо осенью, но уж с Нового года точно, мы какой-нибудь постараемся совместный омско-китайский проект запустить. Ну, с точки зрения, чтобы не быть совсем официозным, так вот с юмором, скажу, что пока единственная сложность — это то, что с руководителями китайских СМИ нам приходилось, в прямом смысле слова, общаться через переводчика именно в китайского. На самом деле интерес у самих людей, у жителей, к культуре, к странам друг друга, даже к языку, он большой, так же, как и многие наши сограждане хотели его изучать в китайской, в том числе в какой-то удобной форме, так и в Китае колоссальный интерес тоже к русскому языку. Александр Малькевич также отметил, что модератором этих проектов согласился стать замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, что лишний раз свидетельствует о заинтересованности в совместных региональных проектах России и Китая на самом высоком уровне. На проблемы омского транспорта можно направить как минимум 200 миллионов рублей, вырученных от продажи двух городских предприятий, которые, по сути, не работают и находятся в полуразрушенном состоянии. Внести их в программу приватизации предлагает департамент транспорта, который сейчас вынужден тратить миллионы рублей на содержание пустующих помещений. Однако все будет зависеть от депутатов городского совета. Именно они должны будут принять решение, продавать или нет. Поэтому сегодня народные избранники сняли официальные пиджаки и покинули зал заседаний. Депутаты решили обсудить спорный вопрос на месте и побывали в диспетчерской на улице 10 лет октября и в депо на левом берегу, рассказывает Юлия Ковыршина. Это депо на левом берегу когда-то было самым крупным в городе, но рассчитано на 100 машин. Однако 4 года назад в рамках программы оптимизации пассажирского транспорта и сокращения расходов все троллейбусы отсюда перевели в депо на Красном пути, которое, к слову, теперь переполнено. И по сути все эти годы департамент транспорта тратит миллионы рублей на содержание никому не нужных производственных и административных помещений. Часть из них в аварийном состоянии. Для работы пригоден только первый этаж. А сколько эксплуатируется сегодня процентов от общего здания? От имеющихся мощностей? Вот только диспетчерская. Сколько примерно процентов? Процентов? Один. Один. Большинство депутатов согласны с мэрией и считают, что так больше продолжаться не может. Имущество необходимо включить в программу приватизации, а средства от его продажи направить на развитие транспорта. Другой вариант отремонтировать здание сегодня экономически невыгоден. Если сделать ревизию и провести анализ, это только на первую фазу, наверное, будет 20. Это надо будет изыскивать порядка миллионов 50-60. Вот сейчас отвлечь от бюджета я просто не представляю возможным. Все-таки я склонен к тому, что действительно его продать люди восстановят и будут работать, будут продать налоги. Эта поездка должна помочь народным избранникам принять окончательное решение. Вопрос, продавать или нет пустующее предприятие, внесен в повестку завтрашнего заседания городского совета. Юлия Кавыршина, Денис Лопырев, 12 канал. И вот какие материалы вы увидите во второй части выпуска. Кручу, верчу, сконцентрироваться хочу. Сегодня эти примитивные игрушки переживают настоящий звездный час. И заполучить ее хочет не только каждый ребенок, но и взрослый. Новая мода накрыла планету. Что же такое фиджет-спиннер и зачем он нужен? По всем правилам и с опережением графика. Если температура не соответствует ГОСТу, мы отправляем просто машину на асфальтобетонный завод. Как в Омске продвигается ремонт межквартальных проездов. И вышли на тропу войны. Мы все равно будем ходить каждый день вот по этой старой тропинке, тротуару, которого теперь не будет. Почему жители авиагородка против благоустройства местного сквера? На тропу войны вышли жители авиагородка. Ожесточенные споры вызвали работы по благоустройству сквера Героев-Авиаторов. Участок, на котором стоит место и достопримечательность, танк, долгое время был заброшенным. Его даже планировали использовать под строительство многоэтажного дома. Но в 2014 году этой земле присвоили статус рекреационной зоны. А в 2015 сквер получил новое имя, собственно, и став сквером Героев-Авиаторов. Так чем же недовольны жители и что разделило их на два враждующих лагеря, выясняла Наталья Бельская. Здесь утром, вот подойдите, чтобы проверить людской поток. Здесь, во-первых, идут весь массив, идут в школу, в больницу и на работу. Эту небольшую часть тротуара, на которой еще видны следы полуразрушенного асфальта, с полным правом можно назвать тропой войны. Именно она разделила жителей авиагородка на два лагеря. Участники первого утверждают, это не просто тропинка, исторический путь. Дорогу проложили, когда авиагородок еще был закрытой зоной, окольцован колючей проволокой с входом-выходом на КПП. Сегодня это самый короткий прямой переход к остановке. Из-за него жители военного городка будут бороться. Выясняется, что прокладка вот этой дорожки, этого тротуара, она не входит в смету, она не оплачивается. И, следовательно, из этого получается, что здесь будет только беговая дорожка, а тротуар будет аннулирован. Мы все равно будем ходить каждый день вот по этой старой тропинке, тротуару, которого теперь не будет. И мы будем вот в грязь, зимой в снег, мы все равно будем ходить вот здесь. Шум военных баталий привлек сторонников другого лагеря, тоже местных жителей. И эти уже говорят, здесь в пору крикам радости раздаваться. Вспоминают, сколько лет участок стоял заброшенным. Старые деревья, трава по пояс, место для выгула собак. Так что преображением рады. Все предусмотрено, все согласно существующим протоптанным тропинкам будет сделано. Ну, немножко надо потерпеть. Нет, вот люди вот сейчас подняли шум, крик из ничего, буквально. А то, что ребятишки вот из тренажерного зала тут зимой и летом по траве бегают, это нормально, это ничего, это не считается. А сейчас им делают беговую дорожку. Это кому-то плохо. Точку в этом споре поставили в Кировской администрации, успокоив, народная тропа не зарастет. Данная тропинка будет выполнена в асфальтном покрытии, будет восстановлена в том виде, в каком она существует, даже с небольшим увеличением на величину велодорожки, которая будет проходить также параллельно, совместно с данной пешеходной тропинкой. То есть, не выдумывая ничего нового, мы делаем в оккультуренном виде то, что уже существовало на данной территории. Сквер площадью 2,5 гектара приведут в порядок. Установят детскую и спортивную площадки, сделают велодорожку протяженностью 700 метров, отремонтируют старую сцену для концерта в праздники. Кстати, уже в конце июля здесь откроют окружную флору. Под слоем нового асфальта исчезнет старый тротуар, показавший, как легко разделить общество на две враждующие половины. Наталья Бельская, Денис Лопарев, 12 канал. Новый асфальт появится не только на магистралях. Во всех округах города параллельно с ремонтом дорог спецтехнику выводят и на межквартальные проезды. Специалисты работают с опережением графика. В планах 103 объекта, которые должны быть готовы к 5 августа, дню города. В нефтяниках ремонтные бригады работали на улице Блюхера. Елена Смирнова с подробностями. Здесь и сейчас все решает разница температур. На палящем солнце плюс 26, парящий асфальт плюс 140. На мониторе пирометра плюс 100. С помощью такого незамысловатого прибора специалисты контролируют, достаточно ли прогрета смесь. Допустимые пределы от 130 до 90 градусов. Укладка полотна возможна только при таких значениях. В первую очередь мы замеряем машину, которая пришла в кузове сразу. Если температура не соответствует ГОСТу, мы отправляем просто машину на асфальтобетонный завод. Остыть дорога должна в течение двух часов. А вот ездить по ней автомобилисты смогут, как только с проезда уберут спецтехнику. Площадь этого объекта на Блюхера 20-400 квадратных метров. На ремонт уйдет около 45 тонн смеси. И примерно такие же площади закатывают в асфальт во всех пяти округах с мая. Транш 50 миллионов рублей администрация Омска выделила в конце весны, чтобы ко дню города привести в порядок и второстепенные дороги. Здесь асфальт укладывается уже не заплатками, как раньше. И осуществляется линейный контроль. Это прораб, у меня здесь и мастер, и начальник службы. Это температура асфальтно-бетонной смеси, ее толщина, ровность покрытия. Далее осуществляется контроль еще в асфальтно-бетонном заводе уже, это лабораторный. Через две недели контролирующая комиссия возьмет образцы асфальта для проверки. И если они будут соответствовать всем параметрам, это и коэффициент уплотнения водонабухания, и предел сжатия, то проезд сдадут в эксплуатацию. В противном случае подрядчику придется переделывать дорогу. За два месяца работы нареканий не было. Елена Смирнова, Ольга Колесник, Сергей Гаев, 12 канал. Флора разрастается. В этом году в Центральном округе ее разместят сразу на двух площадках. Помимо привычного сквера Удокадзержинского, цветы высадят и в микрорайоне Загородный. Сейчас площадку благоустраивают рабочие, восстанавливают тротуары, разбивают новые клумбы, занимаются озеленением сквера в центре микрорайона. Здесь планируют высадить около 200 крупномерных деревьев и 10 тысяч цветов. Впереди еще укладка нового асфальта на подъездах к будущей зеленой зоне и постройка детского городка. На проведение работ городская администрация при поддержке спонсоров потратит 5 миллионов рублей. Мы несколько расширили свои возможности и уже отошли от проведения флор, когда мы устраивали только одни клумбы. Сегодня это большое комплексное благоустройство всего микрорайона, куда входит и флора, и озеленение, и детские площадки, и спортивные площадки, и устройство территории, ремонт и асфальтирование дорог и тротуаров. Несмотря на удаленность микрорайона от центра города, добраться до новой зеленой площадки все желающие смогут без проблем. Транспортное сообщение с другими районами города обеспечат маршрутные микроавтобусы. Вот такая новомодная забава покоряет планету. Нехитрая игрушка под названием фиджет-спиннер или по-простому крутилка для рук стремительно завоевывает популярность, причем не только среди детей. Одни крутят спиннер, потому что это расслабляет, другие, чтобы наоборот сконцентрироваться, а кто-то просто не хочет отставать от моды, не ограничиваться же вейпом и подвернутыми штанами. Об истории игрушки, а также о том, что в Омске уже появились умельцы, которые делают эксклюзивные спиннеры ручной работы, расскажет Сергей Лесков. США, Китай, Россия, Япония, Бразилия и еще десятки стран по всему миру. Такая примитивная, но такая популярная игрушка под названием спиннер последнее время буквально сводит с ума все прогрессивное человечество. За крутящим моментом завороженно наблюдают, делают трюки, выкладывают видео в интернет миллионы людей по всему миру. Но оказывается, такую бешеную популярность этого трилистника специалисты объясняют просто. Информации становится очень много в мире, людям очень сложно перерабатывать такие объемы. И то самое клиповое мышление, про которое очень много говорили в свое время специалисты, оно заключается в чем? Людям некогда думать, людям некогда осмысливать, людям важно какое-то простое, доступное действие. Ножи бабочки, кубик рубика и даже простые четки или экспандер, чего только не крутили и не перебирали в руках жителей планеты даже за последние полвека. Но на этот раз боги маркетинга превзошли сами себя. Создали по-настоящему универсальный проект, простую, красивую и самое главное всем доступную безделушку. Компании-производители зарабатывают на спиннерах огромные деньги. В Омске трилистники самых разных цветов и размеров продаются едва ли не на каждом прилавке. Товар уходит моментально, покупатели всегда довольны. Тебе нравится твоя игрушка? Да. Скажи, чем она тебе нравится? Потому что ей можно расслабляться. А ты напрягаешься, устаешь от чего-то? Нет. Спиннеры появились в Америке еще 25 лет назад, но тогда особого спроса на них не было. В России о них, пожалуй, даже не знали. Наши школьники предпочитали видеоприставки, электронную игру «Тамагочи». А вот сегодня эти примитивные игрушки переживают настоящие звездные часы. Заполучить ее хочет не только каждый ребенок, но и взрослый. Амич Антон Меняев ни спиннерами, ни другими модными фиджетами никогда не увлекался. Работает в мото-мастерской, возвращает к жизни не игрушечные, а настоящие мотоциклы. О новом мировом увлечении узнал от своей подруги Ирины. Посмотрел на нехитрую конструкцию и решил, что новомодную игрушку запросто сделает своими руками. Гайки подшипников в гараже достаточно. Получился вот такой у нас экземпляр. Здесь осталось немножечко его доработать. И, по сути, получается вот такой вот готовый образец. Здесь останется запрессовать подшипники, покрасить его. И, в принципе, готово. Пока такие брутальные экземпляры или, наоборот, изящные из дерева, мастер выпускает в небольших количествах. Говорит, товар штучный, ручной работы и с фабричной штамповкой точно не сравнится. Так что эти спиннеры в качестве сувениров будут подарены друзьям и коллегам. А вот ставит ли производство на поток – вопрос открытый. Ведь эти, такие популярные сейчас трилистники, все равно однажды уйдут в прошлое. Сергей Лисков, Александр Саражин, 12 канал. Время спортивных новостей на 12 канале. Я приветствую в студии «Час новостей» Ольгу Колесник. Привет, Денис. Ольга, все чаще и чаще появляются новости из «Тана Авангарда». Видимо, чем ближе старт игрового сезона, чем больше будем говорить в нашем эфире о хоккее. Ну, ты совершенно прав. Сейчас как раз такое время, когда игроки уже вернулись из отпуска, прошли медосмотр и начали усиленную подготовку к сезону. Ну, а вот кто из легионеров присоединился к нашему клубу, сейчас расскажу. Сегодня в Омск прибыл очередной новобранец «Авангарда» шведский форвард Юхан Сунстр. В аэропорту хоккеистов встретили сотрудники клуба и в качестве своеобразного посвящения вручили кепку с логотипом ястребов. В ближайшее время новичок пройдет медобследование, после чего присоединиться к команде Андрея Скобелки, которая уже усиленно готовится к сезону. Я дома в Швеции на протяжении восьми недель готовился к сезону, ну, как обычно я это делаю, поэтому я думаю, что я полностью готов и жду с нетерпением начала. Я высокий игрок с неплохим катанием, могу шайбу в ворота забросить неплохо на вбрасываниях, поэтому я думаю, постараюсь привнести что-то в команду. Прошлый сезон Сунстрим провел на родине в составе шведского фрюрленда. Игрок набрал 38 очков, на его счету 12 заброшенных шайб и 26 голевых передач, а также звание второго бомбардира клуба по итогам регулярного сезона. Чем парень запомнится в Омске, покажет юбилейный десятый сезон КХЛ, однако, как признался сам хоккеист, он очень рассчитывает на поддержку своих сокомандников и одновременно соотечественников Юнуса Анилёва, Эрика Густавсона и Дениса Эверберга. Последник слова прибудет в Омск в ближайшие дни. Два омских пловца стали призерами финального этапа Кубка России. В столичном спорткомплексе «Олимпийский» проходил турнир, в заплывах участвовали пятеро спортсменов из Омского областного центра спортивной подготовки. Рустам Гадиров и Иван Павлов попали на победный пьедестал. Павлов стал бронзовым призером на 400-метровке комплексным плаванием, а Гадиров выиграл серебро на 200-метровке брасом. Поздравляем, ребят! Первый региональный чемпионат по ирландским танцам прошел на родине этого хореографического направления. Участие в нем приняли амички Екатерина Калка и Ирина Браже. Девушки решились поехать на этот чемпионат благодаря несчастливой случайности. Изначально они планировали поездку на чемпионат мира, который должен был пройти 23 апреля в Киллорни. Однако документы пришли через три дня после рейса, на котором и должны были улететь танцорки. И так они оказались в Ирландии. Не пропадать же таланту. В категориях, где выступали амички, соперничали только профессионалы. Спортсменкам пришлось соревноваться с действующими чемпионами мира. Екатерина Каук в итоге поднялась на третью ступень пьедестала, а Ирина Браже стала пятой в своей возрастной категории. Кроме того, Екатерина заняла первое место в номинации Open Real, тем самым обойдя мировую чемпионку. Спасибо, Ольга. Это были новости спорта от Ольги Колесник. Спасибо за внимание. Увидимся завтра. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Впереди прогноз погоды. Реклама будет короткой. Евроокно Стандарт. Окна для вашего дома. 700-007. Сохранять ноги в прекрасной форме. Мне помогает тонизирующий гель для ног «Лошадиная сила». Скажите, а где тут салон красоты? Точно справок не дает? Точно. «Два ГИС» покажет не только адрес организации, но и вход. Детальная информация о городе. Скачайте бесплатно. «Два ГИС», если быть точным. Работает оффлайн. Девушка, а вам точно охрана не нужна? По здоровью есть вопросы. 48 38 38. За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены! Нектар Голд Классик. 950 мл. 44,90. Вареники с картофелем. 49,90 за килограмм. Кейк в томатном соусе. 230 граммов. 29,90. Низкоцен в Горьковском. Наш любимый магазин! Ковка. 509 017. 509 017. Ребята, это знак электрической опасности. Нельзя приближаться к тем местам, где он есть. И в завершении выпуска о погоде завтра, 5 июля, по области в Омске перемена облачность. Местами возможен дождь. Температура воздуха в районах в ночные часы плюс 12-14, днем 12 градусов выше нуля. В Омске ночью плюс 15, днем столбики термометров поднимутся лишь до отметки плюс 18. Ветер северо-западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!